Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. В какой момент Иоанн Креститель получил Духа Святаго в очреве своей матери? И мы будем отталкиваться от Евангелия от Луки, 1 глава, 15 стих, и Евангелие от Луки, 1 глава, с 39 по 44 стих. Итак, мы прочитаем первый текст. Евангелие от Луки, 1 глава, мы прочитаем с 13 по 15 стих. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. Итак, мы обозначили вопрос, как нам понять, в какой момент он исполнился Духа Святаго от чрева матери своей. Как мы знаем, зачатие происходит следующим образом, как псалмопевец Давид восклицает, беззаконие зачатие, а исполнение Духа Святаго – это есть очищение. И чтобы нам ответить на этот вопрос, мы прочитаем вторую цитату Евангелия от Луки, первая глава, 39 по 44 стих. «Встав же Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, загорал младенец в очреве и я, и Елизавета исполнилась Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне, ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем». А как мы уже прочитали выше, «Взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнилась Святаго Духа». То есть когда Елизавета исполнилась Святаго Духа. И все это происходит тогда, когда именно голос Девы Марии, которая была уже сосудом благодати Духа Святаго, ибо сила Всевышнего осенила ее, как сказано о непорочном зачатии Христа, и она входит в дом к своей сроднице Южнице Елизавете, начинает приветствовать ее, и через это приветствие Дух Святой передается и Елизавете, и младенец, который в очреве ее освящается Духом Святым. Здесь мы видим связь получения Духа Святаго через некое действие Пресвятой Девы Марии. Надо сказать, что Дева Мария, она, как я часто подчеркиваю, она пережила свою Пятидесятницу в день Благовещения, когда сила Всевышнего осенила ее. И Пятидесятница Церкви, день рождения Церкви, когда Дух Святой сошел на первых христиан, это событие тоже связано, оказывается, с Пресвятой Девой Марией. Это книга «Деяния святых апостолов», первая глава, 13 и 14 стих. «И придя, то есть апостолы и другие верующие, которые были с ними, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Юда, брат Якова». Здесь, видите, попарно они перечисляются, и мы можем предположить, что в таком порядке попарно их Христос посылал на проповедь. Но что сказано далее? «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса». То есть, ожидая схождения Духа Святаго на себя, они пребывали в молитвенном общении друг с другом и в молитвенном общении с Пресвятой Девой Марией, которая является как бы залогом Духа Святаго, потому что она по-настоящему первый человек, который принял такую благодать и действительно поднялся выше ангел, архангел, херувим, серафим. Таким образом, и при исторической Пятидесятнице Дева Мария своим присутствием содействовала схождению Духа Святаго на апостолов, и когда она приходит в дом праведной Елисабеты, исполняется Духом Святаго Елисабета, и младенец, который в очреве ее, что и было предсказано значительно ранее еще отцу этого младенца, праведному Захарии. Таким образом, мы ответили на этот вопрос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Продолжение следует...